Девушки отдыхают Маленькие миниатюрные кошки, удобные в квартире, потому что они высоко прыгают, передвигаются быстро, и они не навязчивые, но очень ласковые, это очень интересно с такими кошками. Такие мелкогабаритные. Да, и вот как раз такие мелкогабаритные кошки могут куда-то забиваться, прятаться, и проблема в квартире. Сейчас у нас же отопительный сезон активный, и вот много вопросов именно по микроклимату, и как он меняет жизнь кошки, например. Мы не про психологический климат, а мы про буквальном смысле микроклимат берем. Потому что, когда Мила предложила этот вопрос, я тоже сначала подумал... Мила – это наш продюсер. Да, это продюсер. Интересный вопрос, и поговорить есть здесь о чем? Потому что каждый владелец, сейчас приходящий на прием, жалуется на вещи, которые реально зависят от микроклимата. Какие? Это шелушится кожа у кошки. Появляются такие мелкие, белые, как будто перхоть. Это не перхоть, это шелушение эпителия. Кошки зимой и осенью, когда у нас отопление, шерсть становится очень сухой, и она электризуется. Очень неприятно такую кошку брать, а кошке вдвойне неприятно такой быть. И эта проблема связана с тем, что они часто лежат на батарее, перегреваются. Кошки вообще очень любят тепло, любят теплые места. И вот как раз, если ваша кошка лежит на батарее, под батареей, или в очень теплом и сухом климате, в квартире у вас нет увлажнителя, я вам рекомендую его купить, кожа и шерсть будет такая. И на шелушение вы ничем не повлияете. Мы можем давать витамины, мы можем такую кошку мыть увлажняющими шампунями, но все равно кожа будет засыхать, пересыхать. Потому что если у собак кожный секрет, кожное сало, сальный секрет будет вырабатываться лучше, чем у кошек, у собак в принципе шерсть такая, более шелковистая, то у кошек она более сухая. И это может быть проблемой очень серьезной. И исправить ее, кроме как периодически, что можно делать? Можно взять пульверизатор. Здесь мы пульверизатор иногда используем как, скажем, воспитательное средство, да, или там мокрую тряпку, и протереть, или накрыть кошку, или вы можете поставить огромный аквариум, и у вас будет влажно в квартире, и кожа не будет так страдать. Кроме того, это уже, наверное, о собаках. Собаки начинают много пить, потому что становится жарко, и тоже воздух сухой. Как охлаждаются собаки? Очень просто. Они часто дышат с высунутым языком, таким образом они хорошо охлаждаются. Их слизистые часто пересыхают. На носу появляется гиперкератоз, очень такой сильный. Он и летом есть, но зимой нос подсыхает, лапы, после того, как животное погуляло по улице, приходят. Они сначала очень влажные, потом мы их помыли, протерли хорошо, и они становятся очень сухими. И здесь важно использовать увлажняющие средства. Часто мы рекомендуем какой-то жирный крем, но без отдушек, потому что собака все равно может слизывать. Либо мы можем воск для лап использовать. Это тоже будет предохранять от как раз такого сухого воздуха. И, конечно, воду мы меняем здесь, нашей собаке, один-два раза в день, потому что вода должна быть свежая. И это очень важно. Ну и для кошек это, конечно, важно обязательно. Но кошки так много не пьют, и кошки пьют по потребности. Например, что летом, что зимой, вы не будете видеть, что ваша кошка пьет. Кошка пьет по потребности. Есть влажный корм? Вообще не пьет. Или натуральную диету. Есть сухой корм? Да, вы будете видеть. Некоторые кошки как раз требуют открывать им водопровод. А бумажек требуют. Или фонтанчик купите, и тоже будет увлажнение дополнительного воздуха. Кроме того, мы обновляем игрушки. Потому что игрушки тоже зависят от микрокрима. Например, запахи. Если у вас несколько кошек, то запахи накапливаются в одной конкретной когтеточке. И эта когтеточка может быть неприятна каким-то животному в социуме. И здесь, конечно, тоже есть смысл раз в год обновлять, особенно это делать осенью. Потому что это очень удобно и очень для кошки приятно. У нас сегодня получился не просто разговор, а такой чек-лист, что прямо сейчас нужно взять и сделать. Потому что отопительный сезон уже пошел, с микроклиматом проблемы пошли. А кошки от этого страдать не должны. Собачки в том числе. Спасибо большое Николай Иоанну, что вы делаете так, чтобы они все-таки не страдали. Еще пообнимаемся с тобой. Ой, Катя, будешь сейчас чиститься. Вся ты в кошке. Да, ну и ладно, ну и ладно. Ох.